Обратиться к руководству Донецкой Народной Республики о пременном присоединении Розовского района к Донецкой Народной Республике. Это собрание в сельском доме культуры села Розовка Запорожской области. В зале полторы сотни человек, которых в российских СМИ назвали уполномоченными для принятия решений местными жителями. Правда, кто и когда предоставил им такие полномочия, неизвестно. За голосуют единогласно. Было проведено так называемое собрание населения, на котором присутствовали люди пожилого возраста и переселенцы из Мариуполя. Мы знаем, что это фейковое и подлое событие. К референдумам о создании псевдореспублик захватчики активно готовятся сразу в нескольких областях, где смогли полностью оккупировать территории. Речь идёт прежде всего о ряде населённых пунктов Запорожской области. К фальшивому всенародному опросу готовятся и псевдовласти Харьковской области. Я думаю, когда вся территория будет уже деноцифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения опроса, референдума. И далее будут принять решение. Об активной подготовке оккупантов к референдуму в Херсоне заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Об этом написала в своём телеграм-канале. Рашисты хотят ускорить проведение эффекового референдума на Херсонщине, чтобы объявить там о создании ещё одной народной республики. Сейчас оккупанты активизировали подготовку к соответствующим мероприятиям. Дату имитации волеизъявления народа перенесли на 27 апреля. После создания так называемой ХНР планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. На такой референдум так называемые временные власти могут привести людей для массовки, а результаты просто нарисовать не исключают в Херсонской военно-гражданской администрации, как это было в Крыму, Донецкой и Луганской областях в 2014 году. И уже на следующий день после проведения псевдореферендума могут объявить о создании ХНР. У нас область, которая была в первый день оккупирована, первый-второй день, каждый день давал новые вызовы. Поэтому будем уже принимать решение в тот день, когда, не дай Боже, мы узнаем эту новость. Ранее была информация о возможном проведении такого референдума в начале мая. Но оккупанты процесс решили ускорить. К жителям Запорожской и Херсонской областей обратился Владимир Зеленский. Призывает людей не оставлять свои паспортные данные и не подписывать никаких документов под видом выдачи финансовой или гуманитарной помощи. «Это не для того, чтобы вам помочь. Не для того, чтобы просто переписать людей, которые живут на определенной территории. Нет. И не для того, чтобы дать вам какую-то гуманитарную помощь. Это реально, чтобы сфальсифицировать на вашей земле так называемый референдум. Если поступит команда из Москвы, реально устроить такое представление». «Команда из Москвы реально влаштувати такую выставку». Но даже если это произойдет, юридической силой такое псевдоволие заявление иметь не будет. Лишь даст дополнительный повод для обсуждения российским пропагандистам. Наталья Гусл, Владимир Штенгелов. Специально для информационного марафона «Фридом». Телеканала Юрий. «Фридом» 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 «Фридом